Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши комментарии с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря есть на что обратить внимание. В 7.00 по GMT относительно скоро уже блок британской статистики, это темпы промышленного производства, месячные и годовые, и также оценка ВВП, тоже месячная, квартальная и годовая. Важно будет разобраться в общем состоянии британской экономики сейчас в свете последних пессимистичных прогнозов относительно того, как она будет показывать этот год. И важно разобраться в этой статистике нам сейчас, потому что мы за британской валютой следим и некоторое время назад уже успешно ставили на ослабление курса британской валюты с целями 1.20. Эта цель была ранее протестирована, после чего произошел откат, и мы снова навалились вот таким негативным взглядом на то, что фунту пока что не на чем расти. Поэтому сегодняшний блок макроэкономических данных, если статистика по факту окажется такой плохой, как ожидают эксперты, мы увидим еще одну волну на распродаж британской валюты и потенциально повторный тест важной психологической поддержки 1.20. Далее в 13.30 по GMT нашему вниманию будет представлен рынок труда Канады. Это тоже важная статистика для оценки общего состояния экономики. Парой доллар-канадец мы также интересуемся и некоторое время назад поставили на то, что канадский доллар может выиграть и оказать сопротивление американскому конкуренту, поскольку растут цены на нефть. Нефть это традиционно важный экспортный ресурс для канадской экономики. Есть высокая степень корреляции между динамикой и трендом позитивным, негативным по рынку нефти и состоянием курса на канадской валюты. И к тому же по фундаменту, если говорить, да, канадцу есть на чем расти. Еще и на фоне решения последнего канадского регулятора по росту процентной ставки. Все еще высокая инфляция, которая мотивирует Банк Канады и дальше ужесточать монетарную политику. И как раз сегодняшний блок данных по рынку труда, который, если не разочарует, то, разумеется, может стать дополнительным попутным ветром для канадца. Сейчас пара доллар-канадец котируется на отметке 1.3461. Если после выхода сегодняшних данных по рынку труда, мы не увидим, что канадский доллар пытается отыграться против американца, то, возможно, нам придется уже на открытии следующей недели принять решение о том, чтобы закрыть позицию и оставить эту валютную пару в покое на текущем этапе. Индекс американской валюты 103.27. Здесь все замечательно. Американская валюта продолжает пользоваться повышенным спросом. Доллар интересен покупателям. Доллару есть на чем расти. Это очень хороший бэкграунд, фундаментальный в виде итогов от прошедшего заседания американского регулятора неделю назад. Это повторное, скажем, выступление Паула в Вашингтонском экономическом клубе. И это выступление стало повторением тезисов, которые ранее мы слышали неделю назад. И это, конечно же, статистика. В целом, за последние две недели, если говорить про самые значимые релизы, даже три недели, я не смогу выделить ни одного плохого отчета, из-за которого можно было бы усомниться в том, что у американского регулятора есть сейчас еще возможности для того, чтобы проводить все еще жесткую монетарную политику. По тезисам, кстати, относительно итогов заседания Федрезерва мы уже говорили очень много. Я лишь повторю, что Паула хоть и признал наличие или начало дезинфляционного процесса, но, по его мнению, инфляция все еще очень сильно отстает от целевого ориентира и предстоит проделать еще колоссальную работу. По мнению Паула, индекс потребительских цен, который, разумеется, нацелен на снижение к уровню в 2%, и сейчас очень сильно достает от этого показателя, сможет стабилизироваться рядом с целевым значением не раньше конца 2024 года, я советую вам в такого рода комментариях читать между строк. То есть, если сам американский регулятор полагает, что инфляция сможет снизиться или приблизиться к целевому ориентиру, это значит то, что пока этого не произошло, политика будет оставаться жесткой. Ну да, я соглашусь с тем, что это не значит то, что ставки будут повышать на каждом заседании, но я также поддерживаю идею того, что при таком подходе, при неизменности риторики и при уже известных нам заявлениях главы американского регулятора Паула, ставка может быть зафиксирована на каком-то очень высоком уровне и остаться на этой планке в течение длительного периода времени, вплоть до 2024 года, почему бы и нет. Паула делает очень большой акцент на рынок труда, на рост, прогресс, который там фиксируется. Но опять же, если компоненты разбирать этого отчета, здесь нужно обязательно говорить про темпы повышения зарплатных плат, потому что именно зарплаты являются первоисточником инфляционной ловушки для экономики, именно зарплаты провоцируют рост индекса потребительских цен, с которым борется американский регулятор. И если в ближайшее время темпы роста зарплаты останутся повышенными, то я признаю, я соглашусь с тем, что нужно будет создать условия, при которых рынок труда окажется под давлением. Это условия для искусственного охлаждения экономики. Ну, самый лучший инструмент для этого, друзья, это опять же повышение ключевой процентной ставки. В таких условиях я считаю, что индекс доллара, конечно же, сохранит восходящую динамику, продолжит расти и сможет добраться до нашей каткосрочной цели 105 понтов. Следом за Паулом подобную риторику сейчас поддерживают и представители американского регулятора Нил Кашкари, Джон Уильямс, Лиза Кока, Уоллер, которые все как один за то, чтобы ставка как минимум достигла отметки 5,5%. Такую же точку зрения поддерживает и SEO JP Morgan, Дэймон, который считает, что ставку потенциально можно поднять и до 6% и в конечном счете к этому уровню она и придет. Пока что, друзья, индекс доллара в длинных позициях лично я сохраняю в своем портфеле, рекомендую вам разделять такую же точку зрения. Золото под давлением 1854, следующая цель 1840, доллар иен на 13168. Мы ждем все-таки официального списка кандидатов на должность главы японского регулятора Амамио либо Ито. Вот когда станет известно, у кого больше шансов, тогда и начнем активно спекулировать на будущих изменениях японской монетарной политики. Но ранее уже комментировал со всех сторон риски инфляции, прогнозов, фактических показателей инфляции, самого показателя индекса потребительских цен. Я думаю, вы понимаете, что рано или поздно, и в данном случае, скорее всего, уже рано, японскому регулятору придется отказаться от мягкой экономической политики. Да и, в принципе, пара доллар-иена уже как-то неохотно растет, и при каждом удобном случае мы видим развитие нисходящей динамики. По доллару канадцу сказал, от сегодняшнего отчета по рынку труда зависит очень многое. Британская валюта 1,2096. Ждем отчеты по ВВП и промышленному производству. По прогнозам, по всем компонентам нас сегодня ждут слабые цифры. Я не удивлюсь, потому что это логично. Они должны быть слабыми, учитывая то, что сейчас происходит в британской экономике. Политические кризисы, протесты, охлаждение потребительского спроса, падение сектора промышленности, сферы услуг, кризис на рынке недвижимости. И, конечно же, все это должно приводить к ослаблению показателя ВВП. В месячном выражении эта декабрьская статистика ВВП может просесть на 0,3%. Квартальная оценка в лучшем случае нулевой показатель. Я думаю, что даже, скорее всего, увидим цифры отрицательные. И это позволит нам говорить о рецессии. Промышленное производство также с большой долей вероятности разочарует. И в связи с этим, я полагаю, что пара фунт-доллар уже до конца сегодняшней торговой сессии может протестировать поддержку 1,20. По евро доллару 1,0721 в свете роста, опять же, индекса американской валюты евро под давлением. Рынок нефти в районе 85 долларов за баррель. Прогноз сети последний. То, что Brent закроет второй квартал поближе к 100 долларам за баррель. Я с ним абсолютно согласен. Сейчас эти факторы в поддержке. Это снова оптимистичные оценки вклада Китая в повышение мирового спроса на нефть. Если рост мирового спроса на нефть ожидается на отметке 2,1 миллиона баррелей, то, по мнению Международного антического агентства, только Китай добавит к этому показателю 1 миллион. И все еще проблемы с нефтяными объектами, терминалами из-за землетрясения в Турции. Не работает нефтический хаб и нефти Брова, Табаку, Тбилиси и Джихане. Он приостановлен на 10 дней, поэтому какое-то время на этих форс-мажорах нефть также может развивать восходящую динамику. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!